Вы знаете, за прогулку мимо резиденции патриарха я отсидел 5 суток по приговору Геленджикского мирового суда. И честно говоря, мы в русской православной церкви рассчитывали найти очень важного для нас союзника, потому что церковь, апеллируя к тому, что она защищает именно нравственные основы общества, здесь наша просто естественная должна быть союзник. Вы знаете, часто церковь говорит, что на нее происходят нападки со стороны гражданского общества, в том числе и со стороны общественных организаций. Вот нападки это голословные утверждения. Под Геленджиком, в живописном поселке Девноморское, патриархия под летнюю резиденцию патриарха Кирилла захватила 22 гектара уникального берега. Функциональное назначение, исходя из проекта, было изначально. Это был дворец, рассчитанный на райскую жизнь одного лица. Говорят же, это резиденция для заседаний священного синода. Вы знаете, это ложь. Более того, даже в документах, которые раскопала эко-вахта по Северному Кавказу, ведь было госфинансирование. Ложь, что этот объект финансировался исключительно за счет средств самой церкви. А вот дорога, захваченная патриархом. Собственно, вид прекрасный именно берега нынешнего патриарха, огороженный берег. Это был общественный, теперь это частный берег. Вот его причал, совместный с соседом Семеновым, таким же захватчиком. Вот вид на Девноморское. Вот, собственно, сам дворец. Это я лично снимал. И теперь людям приходится, для того, чтобы огибать резиденцию патриарха, обходить эти заборы по шоссе попросковейскому. Прекрасное отмечено, да? Да. Вот этот путь люди теперь называют дорогой смерти. И вот люди с детьми, отдыхающие местные жители, теперь ходят в лес вот таким вот образом. Им навстречу летят большегрузные самосвалы, автобусы, машины. Или в спину, ну да. Или в спину. А людям остаются считанные сантиметры. Вот это оригиналы, это совершенно живые подписи. Вот пачки этих. Готов на любую, так сказать, подчерковическую экспертизу около тысячи человек. Были случаи, когда патриарх приезжает туда, кладбище практически закрывают для похорон. И были случаи, когда люди, процессия похорону туда приходила, и их вместе с покойником разворачивали. И говорили, вы знаете, патриарх отдыхает. Вообще он не любит, когда играет траурная музыка. Потом я перезвонил еще раз через неделю. И Владимир Вигельянский мне лично подтвердил, что патриарх с этим обращением ознакомился. И вы знаете, вот скажу вам честно, я человек верующий. Вот так получилось, что в моем личном опыте все-таки присутствуют некие доказательства бытия Божьего. Это мое личное ощущение. Также у нас много верующих людей. Вы знаете, мы были абсолютно убеждены, что патриарх, как человек духовный, ознакомившись с этими обстоятельствами, немедленно прикажет освободить дорогу. Потому что любой духовный человек, понимая, что тысячи людей рискуют жизнью из-за этого, он не может просто иначе отреагировать. Я звоню, он говорит, вы знаете, наверное, вам не ответят. Это уже отец Владимир Вигельянский. Это его помощник. Нам достоверно известен случай со студентом Донского государственного университета Виталием Савиным. Название этой дороги, как дороги смерти, оно абсолютно оказалось оправданным. Он местный житель. Он приехал на каникулы и пошел на это кладбище проведать могилу мамы. И вечером уже возвращался, опять же, пешком по этому шоссе домой. Его срубила машина, вот на таком повороте. Тяжелейшие травмы. Он в коме провалялся где-то неделю, наверное. Чудом парня вытащили с того света. По-моему, у него сейчас даже инвалидность какая-то есть. Я с ним лично общался по телефону. Об этом на сайте у нас, собственно, статья свидетельствует. Она так и называется «Дорога смерти патриархи Кирилла». У нас ни лозунгов не было, ни выступлений, ни призывов не было. Мы просто хотели пройти туристическим походом по старинной туристической дороге, участок которой был просто украден РПЦ. Вот не хочет патриархия, чтобы вы прошли турпоходом по этой дороге. Потому что пресса, ты же понимаешь, шум, патриархия-то не нужна. Нас сунули, причем жестко задержали, знаете, как вот каких-нибудь ваххабитов. В обезьяннике у нас парень умер от сердечного приступа, потому что дикая духота. В этой камере ВС было еще хуже. Ну, по закону надо срочно проводить расследование, возбуждать административные и уголовные дела против такого арендатора, сажать его в тюрьму. А договор аренды расторгать с патриархией, как с ненадлежащим арендатором. Объяснялось, что, ребята, вы поступаете не по закону. Мне представительница церкви сказала, у вас ничего не получится. Я спрошу, а почему же не получится? А потому что нам покровительствует... Я думала, она скажет Бог. Она сказала по-другому. Вы знаете, нам покровительствует Путин.